Ёлка, которую мы заслужили. Символ года на площади Ленина нередко становился объектом возмущения горожан. То ёлка лысовата, то кривовато, то украшена не так. Видимо, чтобы избежать проблем с живой елью, в администрации города решили установить искусственную. Но с креативом переборщили. Получилось как-то так. Задумка может быть интересная, но так как это центр города, хотелось все-таки видеть что-то более презентабельное, более масштабное. И более эффектное. Она не настоящая. Ее сделали из чего-то. А какая все-таки лучшая ёлка? Настоящая или не настоящая? Настоящая. Да вообще позор для города. Такая ёлка практически на центральной площади. Это вообще ужас какой-то. Прямо страшно смотреть. Еще такого никогда не было в городе. Лучше, чем живые, наверное, спиливать, конечно. Живые ели, астанцы пускай в лесу. Ну, побольше можно было. Или можно искусственную, там что-то похожее на живую. Лучше эта ёлка, чем ничего. Администрации отнести ее надо. Никогда у нас такого не было. Никогда. С нашего детства даже. Горку ставили здесь, и ёлка была. А это, чтобы позор поставили. Бюджетных денег на абстракцию на тему ели не тратили, поясняют в администрации. Ее для города приобрел один из крупных коммерсантов. В подарок. Дареные ёлки, конечно, в шишки не смотрят. Вот только подходящее ли место выбрали для в целом неплохого арт-объекта, но в контексте главной площади города совершенно невыразительного. Конструкция высотой примерно 6 метров просто теряется здесь. К тому же сфотографироваться с ёлочкой непросто. Ее окружает хоровод из антивандальных ограждений. В мэрии думают над тем, как убрать забор. А что касается самой ёлки, обещают в ансамбле с остальными украшениями, которые совсем скоро появятся на площади, она будет смотреться лучше. В настоящее время ведутся работы по монтажу гирлянды Beltlight, который украсит обе стороны пешеходной зоны площади Ленина. Завтра будут установлены цифры с неоновой подсветкой 2019 в человеческий рост. И до конца недели будет установлена большая открытка поздравительная, которую можно будет использовать также в качестве селфи-рамки и делать красивые фотографии. На вопрос, почему арт-объект установили именно здесь, а не в каком-нибудь сквере, где бы он точно смотрелся выигрышней, специалисты мэрии отвечают, что в этом году на Ленина вообще не была предусмотрена установка живой ели. В этом году на площади не была запланирована установка живой ели. Было принято решение поставить сюда подаренную городу ель. Но при этом во время масштабного благоустройства территории площади здесь специально запроектировали площадку для установки елки. Елку на Новый год планируем устанавливать, как и раньше. Там закладная деталь, залит бетонный фундамент достаточно мощный. И действительно, если люк открыть, то туда можно вставлять елку. Это было предусмотрено проектными работами. Почему выделялись деньги на крепеж для елки? Или это планы администрации изменились буквально за один месяц? Вероятно, эти вопросы останутся без ответов. Останется и креативное дерево, как напоминание об обманутых ожиданиях. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иванова